Василина Булавина приехала в Самару к родственникам из Москвы. В городе на Волге девушка третий раз. Рассказывает, Самара ей очень нравится и она с удовольствием гуляет по городу. Во время такой прогулки Василина и попала на акцию. Я шла по улице, я жду подружки сейчас. И прошла, увидела, что музей Рязаново, что сегодня, оказывается, бесплатный день. Туда уже зашла. И вот сейчас вышла и увидела, что здесь коллекция. Вы вообще любите кино? Ну да, я люблю, но я люблю пересмотреть старые фильмы, чем смотреть новые. Во всероссийской акции «Ночь кино» музей Эльдара Рязанова участвует с 2018 года. Программа на этот раз проходит под открытым небом. Для гостей работают мастер-классы, где каждый может сделать для себя памятный сувенир, а также ридинг-группа. Встреча посвящена обсуждению литературы о кино. Прошла содержательно, потому что, как минимум, некоторые тексты вызвали вопросы. Даже негодование из-за какого-то очень сложного языка. Но, собственно, ридинг-группа для этого и существует, для того, чтобы разобраться в каких-то сложных сюжетах. Специальным гостем музея стал Всеволод Коршунов. Он приехал в Самару с лекцией «Как кинокритики смотрят кино» и рассказал участникам акции, чем профессиональный просмотр фильмов отличается от обывательского. Для меня самое главное даже сделано не в кино, а в нашем взгляде на мир. Потому что наш взгляд замылен. Мы бежим, мы колопимся, мы опаздываем куда-то, нам некогда. Наш взгляд автоматизирован. Когда мы внимательно слушаем оперу, разглядываем картины, смотрим кино, вот в таком медленном формате, аналитическом формате, мы как будто бы размыливаем наш взгляд. Вот это у меня самое главное, поэтому это даже не столько профессионально, сколько такая общечеловеческая процедура деавтоматизации нашего восприятия. Все, 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 чем мы можем людям рассказать о том, как вообще важно и нужно смотреть отечественное и мировое кино. Посетить музей во время акции «Ночь кино» можно было бесплатно всем желающим. Полина Челюкова, Константин Головин. События.